Приветствую вас, Анна. Конечно, ситуация, которую вы описываете, неприятна. Она неприятна, потому что на данный момент вы не знаете, чего вам ждать, вы не знаете, как вам себя дальше вести, вот, но здесь важно немножко другое. Во-первых, вы выбираете отношения на расстоянии. Я не знаю, какими были ваши предыдущие отношения, но отношения на расстоянии без четкого плана встретиться обречены на неудач. То есть, это первое. Второе. Вы боитесь чего-то в отношениях. Я не знаю, конечно, чего именно вы боитесь, потому что вы достаточно мало даже о себе информации в этом смысле. Но то, что вы боитесь, совершенно очевидно, то есть в отношениях присутствует страх. Если в отношениях присутствует страх, то, ну, совершенно очевидно, что быть свободной в отношениях присутствует страх. Ну, в отношениях... А по настоящему свободной в отношениях хуй не может. Потому что, ну, это невозможно, в силу того, что вы все-очур заинтересованы в том, чтобы быть в них, ну, в отношениях, я имею в виду. И до тех пор, пока вы заинтересованы в отношениях, ситуация, скорее всего, не изменится для вас. До тех пор, пока вы не преследуете причины того, почему вас задевает охлаждение человека. По какой причине вы, как говорите, сами докапываетесь до человека? Ну, чтобы он приехал, хотя объективные факторы говорят о том, что приехать он не может. Вот это вот нужно вам разобрать. И когда и если вы это разберете? На мой взгляд, этим вы себе поможете. И поможете себе достаточно сил. То есть вы лучше будете себя понимать. Сейчас вы себя понимаете достаточно плохо. Сейчас вы вообще себя практически не понимаете. Ну, я вас не обменяю в этом. Я просто говорю о том, что такая проблематика существует. Но, да, на самом деле, это не так. Ну, ты знаешь, что я сделал? с этим. Я думаю, вы решите 7. Я думаю, что вы способны это решительный хайл. Значит, отвечаю вам на вопрос о том, как вас отбезти сюда в этой ситуации. Я думаю, что вести себя в этой ситуации вам нужно через элемент повышение уровня понимания себя. Я думаю, что это самое главное здесь. Потому что вы не понимаете себя и просто судорожно перекладываете ответственность за свои трудности на молодого человека. Не совсем понятно, почему только молодой человек должен к вам приехать, да? Почему не вы сами к нему? Почему только он, грубо говоря, да? Но это детали, конечно, я понимаю, что это детали и понимаю, что может быть есть какие-то основания для этого. Но тем не менее, на мой взгляд, это тоже вот определенные нюансы, да? Я думаю, что вы хотите, чтобы человек к вам приехал. Следующий важный момент – это то, что вы обижаетесь. Собеда – это такой вот достаточно жертвенная такая вот модель поведения. Вот, то есть вы что-то делаете, вы чего-то ожидаете, от вас не происходит, вы обижаетесь. Вот. Да, вы остаетесь неудовлетворёнными. Вот. Потому что вы не получаете того, что вам нужно, того, что вам хочется. Вот, того, чем вы нуждаетесь, если вы не получаете. Вот. К, к сожалению, большому. Вот. И по итогу, по итогу ситуация, ну, по итогу ситуация не разрешается. Поэтому здесь тоже очень такой, очень важный момент в том, чтобы вы разобрались со своими обидами. То есть, как... 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 ...вас... ...выделять То, что... ...доп... Ну, что, что, допыстим... ...мущины... Ну, что мужчина к вам холды. Вот. Это... ...очень разные моменты. Дла... Дла... Ну потому что, ну потому как, разобраться с вами, себе вы сможете обсудить, лучше, лучше, лучше вынадействовать с мужчиной, вот, идеальным вариантом для вас сейчас было бы, чтобы вы не трогали мужчину. Вот, пока мы трогали его, пока он, ну вот, как-то к вам так вот будет относиться несколько осторожно, потому что, ну, будет с его стороны ожидание, что вы опять будете от него чего-то требовать, да, и так далее. Следующий важный момент заключается в том, что, чтобы вы посмотрели на то, что для вас, вообще говоря, есть важного. То есть, сейчас, на данный момент, все выглядит так, как-будто, все, что вам важно, это вот отношения, да, и, собственно, все-все. То есть, единственное, что важно, это отношения. И особо ничего нет такого, что вас объединяло бы в своем мужчине. Вот. И согласитесь с тем, что это не самый лучший расклад, и, наверное, имеет смысл это постараться исправить. То есть, в какой-то степени сделать так, чтобы между вами и человеком было больше общего. Вот. И смотреть тоже, если это, если это общее называемое или нет. Потому что, если общего нет, то ничего удивительного в том, что вы пришли в итоге к тому, к чему пришли. Вот. То есть, я имею в виду, вот, конфликтов. Вот там, что, по-другому здесь и быть не могло, к сожалению. Вот. Это то, что я могу вам сказать. Дальше. А, значит. Как вернуть то, что было раньше, всю романтику, ласку и нежность? А, зачем еще, зачем ее возвращать? Вот. Лично вам. Зачем? Чтобы ее вернуть, нужно вести себя так, как вы вели себя. Поэтому. с этого. Если вы хотите ее вернуть. А, никакого особенного секрета в этом нет? Другой вопрос. Можете ли вы это сделать? То есть, другой вопрос. Можете ли вы вернуть то, что, вернуть свое поведение, которое было у вас? Ведь оно с поведением, я имею в виду, поменялось почему-то. И если поведение изменилось, то у этого оно, наверное, были свои причины для того, чтобы подобное поведение изменилось. Значит, имеет смысл вам вострить внимание на то, из-за чего ваше поведение изменилось. Следующий важный момент заключается в том, что романтика так или иначе может проходить, романтика может пройти, это нормально. И влюбленность может пройти, а любовь, если она есть, время уважения, чувства, то общее, что между вами есть, что это может остаться. Вот. Но для этого нужно, чтобы это что-то было. Если этого нет, то насчет операции отношений. Вот. Поэтому идея здесь, конечно, одна на всем, чтобы вы приобрели какой-то свой собственный вектор, 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 движение. Собственный вектор направления. Вот. Вот. Чтобы молодой человек, и вы сами чувствовали, что не так уж сильно вы зависите друг от друга. потому что сейчас эта зависимость просто колоссальная. То есть сейчас эта зависимость просто невероятно сильная, мощная. Вот. И, ну, конечно, вам это не может не мешать. Вот. Я надеюсь, я надеюсь только на то, что выйдут, да, сделайте какие-то выводы. Я надеюсь, что вы поработаете над собой. Я надеюсь, что вы выберете себе специалиста, да, и поработаете с ним на эту вот тему, да, на тему того, что вас беспокоит. Вот. Ну, на этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.